Пока ученики наслаждаются каникулами в школах, кипит работа, ремонт там уже закончен, помещение, облагороженное оборудование приобретено, остался последний рубеж приемка школ. Она продолжается. В составе спецкомиссии пожарные, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, чиновники администрации города. Вместе с ними готовность некоторых школ решил проверить и глава столицы Леонид Черкесов. Объезд показал. Редкая проверка обходится без нарушений. У директоров школ летом работы не меньше, чем в остальное время. Вместо учебного процесса под контролем работа строителей. В 48-й школе еще в прошлом году была капитальная починка. На бюджетные 2 миллиона рублей восстановлена кровля, заменены системы электроводоснабжения, двери и окна. А в этом году ремонт проведен уже своими силами. Силами родителей, конечно, на добровольной основе, силами наших учеников, силами наших учителей, силами наших терпосадских персонала. Мы провели полный косметический ремонт на всех трех этажах. Покрасили коридоры, покрасили фойе. Полностью оснащены и отремонтированы кабинеты начальной школы. Закуплена мебель полностью. Закуплены доски. Меняться можно благодаря разным программам. Школа – участница проекта «Доступная среда». Скоро появятся специальные кабинеты, сенсорные и другие. Еще в прошлом году в старой столовой заменили оборудование. Получилось новое. А вместе с тем улучшился аппетит у школьников. Все благодаря участию в другом проекте – совершенствованию питания. Блюд у нас третьих – это от силы 6-7. Обязательно. И первых – 5. Ну вот стоим из завтрака. 15 рублей было. 15 рублей. А обед? Обед – 35. 48-я в общем готова к учебному году. Единственное – в планы нужно вписать ремонт актового и спортивного залов. В целом спортивная база в школах совершенствуется. Залы ремонтируются, оборудование покупается. Спортивный зал требует, и актовый зал требует ремонта. Я думаю, что на следующий год, актовый зал в этом году, спортивный зал, на следующий год он должен приобрезаться. Те школы, которые в 70-е, 80-е, активный город разросался, строились, они сейчас в данный момент как раз требуют внимательного отношения городских властей. Под зорким оком комиссия – безопасность. Создание информационных стендов по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям только приветствуется, как и видеонаблюдение. Только оно еще не везде. Городские власти заверяют – оснащение школ и детсадов видеокамерами продолжится. Эта задача на ближайшие 2-3 года. Мы уделяем внимание, это значит, в первую очередь путем эвакуации, первичным средствам пожаротушения, то есть это огнетушители. В принципе, во всех школах у нас сейчас есть на данный момент сигнализация, система оповещения, то есть первичные средства. Пожелания к школам всегда есть у специалистов Роспотребнадзора. Они детально осматривают помещения. Достаточно ли в них комфорта и света? Вердикт экспертов таков. Школы, в данном случае Московского района столицы, к учебному году готовы. Серьезных претензий нет, но все же. Мелкие нарушения есть, но из мелких это вот. Ну, допустим, у вас здесь парт одного размера. Их нужно потом сопоставить, когда придут дети, непосредственно ученики. Да, и в каждом классе, в принципе, должно быть не менее двух размеров ученической мебели. Потому что дети у нас разновозрастные, они одной группой, как бы одного роста, они являются одной группой роста. Поэтому вот в этом плане, конечно, мебель нужно будет расставить с учетом тех требований, которые изложены в санитарных правилах. Комиссия оставляет рекомендации руководителям школ. Исправить огрехи им предстоит в определенные сроки. Ольга Григорьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.